В России курят порядка 23% жителей. Это около 27 миллионов человек, согласно данным прошлого года. Многие из них страдают от хронической обструктивной болезни лёгких, которая включает хронический бронхит, эмфизему лёгких и другие проблемы со здоровьем. О вреде табака и борьбе с распространением заболевания жителям Армавира рассказали молодые активисты. Сегодня Центр молодежной политики проводит акцию, посвященную Всемирному дню хронической обструктивной болезни лёгких. И сегодня на центральной улице города активисты молодой гвардии вышли, чтобы проинформировать граждан. Также о том, что вредные привычки, такие как курение, приводят к плохим последствиям. Поэтому берегите своё здоровье, берегите себя. Волонтёры раздали прохожим листовки о главном последствии потребления никотина. Хроническая обструктивная болезнь лёгких неизлечима, а её симптомы – удушающий кашель и отдышка – сопровождают жизни малого числа курильщиков. В памятную дату армавирцев призывают побороть зависимость и не начинать курить, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким. Сегодня Всемирный день борьбы с заболеванием лёгких. И мы хотим проинформировать наших граждан о том, чтобы они отказались от вредных привычек, таких как курение и остальных, которые вредят вашему здоровью. В первую очередь для себя и своих близких. Во время пандемии около 2 миллионов человек из 58 регионов отказались от сигарета, а в других 27 регионах их число увеличилось на 600 тысяч человек. Борьба с употреблением табака также касается электронных сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции. И продолжится 18 ноября – в Международный день отказа от курения. Инна Лепёткина, Дмитрий Сеников, Служба информации, телеканал А360, Армавир.